Итак, продолжается встреча в городе Саров. Счёт, напомню вам, 4-4 после двух периодов. Играет хоккейный клуб Саров Инвесты «Спартак Городец». Последний тур регулярного чемпионата. Высшая линия Нижегородской области среди мужских команд. Играет по хоккею. После этого начнётся плей-офф. Напомню, что вчетвером пока хоккеисты «Спартака» на площадке. Из нескольких секунд уже выйдет пятый полевой. Ну, у Саровчан есть все шансы выиграть эту домашнюю встречу. А пока могу вам сообщить, что хоккейный клуб Кстова идёт в 8-3 после второго периода. Тут уже разница в 5 шайб. И достаточно им не пропустить больше ни одно и забросить ещё три. Для того, чтобы быть на третьей строчке. Видно, подустали, наверное, после двух периодов гости. Видно, что потяжелее они стали бегать по площадке. Может сыграть на руку Саровчанам. Но всё будет вот сейчас. Какой опасный момент у ворот Алексея Суровегина. Одного на пятачке оставляли Антона Безухова. Он совершал бросок по воротам. Удача была на стороне хоккейного клуба «Саров Инвест». Так как шайба пролетела рядом со штабами. Вброшена шайба в зону хоккейного клуба «Саров Инвест». Вброшена шайба в зону гостей. Убирает её Бабнев. Шошин может сейчас отдать передачу на пятачок. Теряет шайбу Саровчанам в чужой зоне. Очередной бросок. И шайба в ловушке у Алексея Суровегина. Напомню, что если третий период не даст выявить победителя встречи, то команда будет играть в формате 3 на 3 дополнительно 5 минут. Если и 5 минут будет мало, то будут назначены послематчевые броски. Просто на роде буллиты. Ну, играть ещё почти целый третий период. Поэтому сможет всё изменится. Очередной бросок. Выше ворота Михаила Сорокина проходит шайба. Клепнёк. Поставляет на Малафеева. Очередной бросок. Рикошет. Попадает шайба. После рикошета в щиток. Сорокину. Потому что даже не ожидал он, что будет такой бросок. Передача под дальнюю синюю линию. Топорок. Просок с утрого угла. Шайба попадает в сетку ворот. Чуть-чуть не дотягивается Константин Поляков до шайбы. Пусть организован выход два в одного после этого. Чего говорить. Шайба до него не дошла. Пидосов. Калашников. Проходит в среднюю зону. Оставление. Есть возможность добить. Не удается попасть с Андрею. Поворотом. Какой-то более открытый хоккей начался, что ли. Видимо, терять уже никому нечего. Идет в оба гроша Артем Сула. Выводит Шайба в среднюю зону. Шутной бросок. Шайба мимо ворот проходит. Выход один в одного. О, Бавнев мимо ворот, к сожалению, сейчас бросал. Борьба идет силовая жесткая. Хотят саровчане тоже уступать. Очередной бросок по воротам. Со штангой проходит Шайба. Малафеев. Брос в зону. Нет пока наших кислов на подборе. И вне игры фиксируется Лайтсман. Шайба будет выброшена с места паса. Деста градца с Шайбой. Хоздав. Вставление на Клепнево. Сходит на синей линии Шайба. Шайба. Неточная передача. Хоздав. Есть возможность отдать передачу на Клепнево. Не проходит, попадает в клюшку. Нет, неточная передача. Что, удаление у нас будет состояться? Хотелось бы, Бусаров Инвест. Да, в меньшинстве с Равчанем. Не фиксирует, что игрок находился в площади ворот. Вбрасывание переводится в среднюю зону. Калашников сильно по борту, выводит шайбу за пределы своей зоны. Ну вот, уже минута прошла в меньшинстве для с Равчан. Передача на Никитенко. Хороший бросок. Никитенко. 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 5 заброшенной шайбой что спартаку в большинстве абсолютно один осталось и голубев очередная передача на пятачок Шошин выводит шайбу из своей зоны идет в обыгрыш втроем пытается его остановить дойдет дело до броска нет с ног шайба не доходит очередной набросок поворота Михаил Михаил Сорокин шайбу зажимает выиграли с ровчанием вбрасывания в оградительной сетке оказывается снаряд выиграли с ровчанием вбрасывание отправляет шайбу в угол Денис Фудосов вновь приходится с ровчаном догонять все меньше и меньше Денис Фудосов наброс в угол Клепнев на шайбе первой Хоздав хорошая передача на Клепнева сейчас пас Клотухин бросок поворотом застревает шайба в коньках у защитника не точная передача Клепнев на шайбе первой 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 или третий период закончился пока время есть у сровчан но его не так много как хотелось бы с башником бросок поворотом попадают коньки игроков, хотя на клубе Спартак выводят шайбу своей зоны, имеет вброс в зону, и первым на шайбу будет Гриколашников. Латухин, бросок поворотом, бросал между щитков. Хороший бросок у Евгения, но не всегда удается ему забросить. Придача на Селякина, ходит Ярослав по краю. Класс, подбросок сходу, и получается Гриколашников как раз сходу бросить. Очередной бросок. Уже просто из своей зоны выбрасывают шайбу хоккеиста Городца. На последних издыханиях, как будто бы, у них все атаки сейчас проходят. Это, конечно, что тяжеловато. К гостям сегодняшней встречи Клепнев. Бросок поворотом сейчас здорово бросал Сергей Клепнев. Не думаю, что Михаил Сорокин сможет поймать шайбу после такого броска, но я в нем сильно сомневался. Клепнев сейчас на себя взял. Очередной бросок. Шайба уходит в угол. Передача на пятачок. Идет в обыгрыш защитника Городца. Клепнев. Оставление на Малафеева, но догоняли уже Михаила. Хороший силовой прием от Дениса Федосова. Бросок поворотом. В плечо попадает шайба Алексея Суровегина. Очередной пас на дальнюю штангу. Просок поворотом. Вовремя успел положить щиток. Вратарь хоккейного клуба Саров Инвест. Просок поворотом. Несмотря на то, что Спартак идет, атаки они свои пока еще проводить не забывают. И буквально за последние три минуты уже порядка пяти бросков я успел насчитать поворотом Алексея Суровегина. Да, хороший хоккей сегодня у нас в Ледовом дворце. Уйма заброшенных шайб. Пляков! И еще одна шайба в воротах Городца. Счет становится 5-5. Молодцы, ребята. Не сдаются. Бьются до последнего. Сравнивает Саровичевне счет. Шайбу забросил Андрей Калашников. Два раза он успел сегодня. Хороший бросок сейчас от Евгения Колотухина. Два раза успел Андрей Калашников сегодня отличиться. Тут от защитника. Бросок поворотом. Малафеев. Поздав. Добивание. Где шайба? Шайба. Щитков подскакивает в угол. Несколько минут остается до... Два часа третьего периода. Возможно, мы увидим с вами еще овертайм. Очередной пас на пятачок. И Евгений Колотухин чуть пулет. Не упустил опять Андрей Никитенко. И шесть полевых игроков фиксирует в Лайтсмен. Не успели поменяться в кистах городца. Не очередное большинство будет у сыровчан. Есть возможность. Забросить очередную шайбу к ворота гостей сегодняшнего матча. В итоге разбирательство, кто же пойдет на скамейку штрафников. Не хотят соглашаться с решением арбитра игроки. Какие на клубу Спартак. Показывает главный арбитр встречи, что у меня все записано. Кто был на площадке, давайте одного игрока. На скамейку штрафников и продолжаем встречу. Выиграет сравчане вбрасывание. Калашников пытался сейчас бросить поворотом с разворота. Наброс на ворота. Удается игрокцу выбросить шайбу из своей зоны. Артем Сулай бежит к воротам Сесюровегина. Чуть больше четырех минут остается до окончания третьего периода. Поляков. Обыграл уже защитника. Но сошла шайба в последний момент Константина. Бросок поворотом. Шайба попадает в клюшку. Владиславу Шалаеву. Пока-пока шайба остается в зоне. Очередной бросок поворотом. Отскакивает шайба от щитков. Попадает опять Константину Полякову. Бросок поворотом. В дальний угол бросал сейчас Константин. Видно это было. Вновь наброс. Пока-пока наброс ничем не заканчивается. Собственно говоря, это дело. И Николай Топоров шайбу забирает в Освоясе. Шалаеву бросок. От лицевой линии попадает он. Очень удобный бросок сейчас был для Алексея Суровегина. Кликневов. Что-то так по своей зоне. Ошибается на красной линии. Малафеев. Шайбу в зону вбрасывает. Вот уже в пятером какие-то городца. И три. Нет, два в один будет атака. Оставление. Бросок поворотом. И Сергей Голубев. Автор двух последних заброшенных шагов. И это за несколько минут до... конца третьего периода. Две двадцать семь. Столько остается играть. Может быть, все-таки удастся соровчанам и сейчас выровнять счет. Но время остается все меньше и меньше. И будем надеяться на лучшее. Нужно перевести соровчанам, конечно, шайбу в зону противника. И попытаться, может быть, поменять Протаряна шестого полевого. Вот так получится отыграться. Довести матч до овертайма. Да, обидно, конечно, если... Вновь соров-инвест проиграет. Хорошая, сильная команда, конечно, играться, но... Ну, не хуже, не хуже соровчанам. Просто, ну, где-то вот не везет немножко. Хороший момент. И Калашников мог сейчас опять отличиться. Ну, мы знаем, да, с вами, что, как говорят, везет сильнее. Смотрим, кто сегодня будет сильнее. Калашников очередной бросок по воротам. Успевает среагировать Михаил Сорокин на этот бросок. Селякин выбирает шайбу за своими воротами. Идет в обыгрыш. Отставление. Вброшена шайба в зону. И вновь теряет. В зоне шайбы какие-то соров-инвеста. Видно, что подустали соровчане, конечно. На протяжении всей игры. Догонять в счете это так. Очередной бросок. И на ворот Алисей своими шайбами уходит. Малафеев. Вставление на Клепнева. Может быть, все-таки удастся перевести игру в чужую зону. Клепнев. Нужно бросить по воротам. Что и происходит. Бросок успевает щиток положить. Сорокин. Шайба вновь в средней зоне. Вбрасывает соровчане шайбу в чужую зону. Ну, вот и тенка ее быстро отправляет. Куда подальше из своей зоны. Вот, да. Не точная передача на Клепнева. Есть возможность подобрать. Выходит Клепнев. С краю на ворота Сорокина. Давайте там щиток положиться. Малафеев. Очередной бросок. Сходит шайба. Получается бросить. И уже пустые ворота у соровчан. Закончилась встреча. Что ж, сегодня повезло больше городцу. Я думаю, что матч вам так же понравился, как и мне. 6-5. С таким счетом закончилась встреча в пользу гостей сегодняшнего матча. Матч для вас комментировал Вячеслав Парфенов. Увидимся в плей-офф. Приходите на хоккей.